Всем привет! Сегодня я записываю это короткое видео, в котором покажу вам, как забронировать посещение великолепной капеллы Скрувеньи в городе Падово. Она знаменита своими фресками Джотто. Итак, чтобы нам забронировать посещение капеллы, я скажу, почему это нужно сделать заранее. Потому что в капеллу пускают по сессиям, каждая сессия длится 15 минут, и пускают группы не более 25 человек. И если вы не забронировали посещение капеллы, то не факт, что вы попадете в эту группу, которая состоит из 25 человек. То есть бывают такие варианты, когда вы подходите на кассу и вам говорят, да, действительно, два человека не пришли, мы их будем ждать до последнего, но если за 5 минут до сеанса эти люди не появятся, то эти билеты мы вам продадим. Такой вариант, он возможен в, так скажем, невысокий сезон в Италии, но если вы едете летом, то я вас уверяю, что попасть в капеллу Скрувеньи будет непросто. Поэтому, как бронировать билеты? Все достаточно просто. Итак, мы заходим на сайт Капелла де Ли Скрувеньи. Вот он. Переходим. И мы видим, что сайт представлен на итальянском языке и на английском. Ну, давайте перейдем на английский вариант сайта. И что мы видим? Здесь есть Information. Мы можем изучить часы работы, стоимость билетов и скидки для некоторых категорий граждан, как проходит визит. Но на самом деле вся эта информация, она будет повторяться каждый раз на каждой странице во время нашего бронирования. И вот здесь Booking Now, Booking Online и также вот здесь есть вкладочка Book Now. То есть вы, в принципе, можете перейти и там, и там. Ну, я перейду по красивой вкладке. Итак, что мы видим? Есть номер контактного центра, выделен. Дальше идет информация о бронировании. И здесь говорится, что онлайн бронирование не может быть, ну, должно быть произведено за 24 часа до посещения. Это минимум. То есть в день посещения вы не можете забронировать билет. Как вы можете заплатить? По телефону. Вот этот вот телефон, который указан. И произвести оплату либо банковским переводом, либо по кредитной карте. И здесь же указано, какие карты принимаются. Второй вариант бронирования онлайн. То, о чем, собственно, я сейчас с вами буду рассказывать. Дальше как раз-таки информация о том, как проходит посещение капеллы. То есть сначала вам нужно подойти в Museum Ticket Office, который расположен в 100 метрах от капеллы Скровеньи. Вы приходите с теми билетами... Это не билеты, это booking. Как это по-русски? В общем, фактурами, счетами-фактурами. Вы приходите на кассу, предъявляете, и вам распечатывают красивые билеты входные. Здесь, вот смотрите, только 25 человек, лимит. Что сначала 15 минут вы проводите в комнате ожидания, где вам покажут документальный фильм о капелле Скровеньи. Фильм на итальянском языке, но есть субтитры на английском языке. Следующие 15 минут вы проведете непосредственно в самой капелле. То есть в общей сложности визит занимает 30 минут. Есть месяцы, и вам нужно проверить эту информацию. Вот здесь Information и Opening Hours. Есть месяцы, когда продолжительность нахождения в капелле составляет 20 и 20 минут. То есть в общей сложности 40 минут. Также, смотрите, нельзя животных в сумке брать с собой, еду и напитки. Телефоны должны быть выключены. В капелле разрешено делать фотографии, и короткие видео я тоже делала. Итак, переходим к онлайн-букинг. Непосредственно к самому бронированию. И здесь опять же говорят о режиме работы капеллы. И также внимательно смотрите, что со вторника по воскресенье в стоимость билета включено посещение археологического музея и палаццо Дзукерман. Очень советую посетить. Прекрасные места. И также в некоторые периоды года капелла открыта с 7 вечера до 10. И это мероприятие называется Джотто Сотто Листелли. То есть Джотто под звездами. Также на сайте вы можете приобрести карту, единую карту на посещение музеев, если вы приезжаете на 1-2 дня. Есть для семей предложение. Но мы пока это не будем рассматривать и перейдем к непосредственно бронированию самого посещения капеллы Скрувеньи. И здесь есть три варианта. Видите? Первое это посещение со вторника по воскресенье. Посещение только в понедельник. И Джотто Сотто Листелли. То есть вечернее время. И здесь, как мы видим, с 7 апреля по 30 июня. Я выбираю посещение капеллы со вторника по воскресенье. Нажимаю «Бай». Опять же здесь указана информация об адрес музея археологического музея и адрес палацу Цукерман. На самом деле палаца Цукерман находится напротив музея археологического. Археологический музей это именно там, где расположены кассы капеллы Скрувеньи. Вот. Ничего сложного нет. Также здесь очень важно прочитать информацию о том, что билеты не возвратные. И нельзя модифицировать имя посетителя. И вот как раз таки здесь, смотрите, указано, в какие месяцы и в какой период посещение увеличивается до 20 минут. Дальше «How to get». Здесь должен быть адрес капеллы Скрувенью, но в версии британской нет. Есть в итальянской. И переходим уже к «Бай». Допустим, мы выбираем… Я хочу посетить капеллу 20 апреля. Я выбираю. И вот видите здесь 9, 9.15, 9.45. Все, что отмечено черным цветом, это значит, что есть места. Даже вот вы наводите 5 мест, 3 места, 16 мест. Все, что серым, это значит то, что мест нет. Допустим, я хочу посетить в 10 часов утра 20 апреля. Что мы видим? Здесь стоимость билетов, количество мест свободных. Здесь вы можете проверить. Но на самом деле, я не знаю, почему на английский здесь не переведена эта информация. То есть «Интеро» – это значит полный билет, полная стоимость 13 евро. «Ридотто» – это уже со скидками. То есть здесь объясняется, для каких категорий граждан и так далее. Но эта информация есть во вкладке «Information», помните, которая была здесь. Чтобы купить билеты, нам нужно с вами зарегистрироваться в системе. Я уже зарегистрирована. Но я сделаю вставку, где покажу вам, где и что нужно заполнять. Смотрите. «Sign in or register». Чтобы вам приобрести билеты, вам нужно зарегистрироваться. Мы регистрируемся «Create your VivaTicket account». Здесь я введу свой e-mail. «User name», «Password». Ну, вот так вот. Дальше «User». В этой части вам нужно будет написать ваше полное имя. Запомнить вот эти вот. «Country Italy, province Verona». Ну, в общем, здесь вы вносите все ваши данные. В общем, смотрите, когда все правильно заполнили, здесь написано, что вам на почту был выслан линк. И нужно будет, как всегда это бывает, перейти по этому линку и подтвердить вашу регистрацию. После того, как вы зарегистрировались, вы получаетесь юзером. Вы должны ввести логин и пароль и перейти непосредственно к бронированию. Скорее всего, вам нужно будет вновь провести посаду. Ну, все эти степы пройти. Потому что меня система, например, иногда выбрасывала, когда я хотела сразу же забронировать. Но это ничего страшного. Здесь я выбираю количество билетов. Допустим, «Интеро», два билета. Вот, сумма 26 евро. Еще мне очень нравится вот эта вот вкладочка «Price Transparency». Идите, можно посмотреть, что никаких других наценок не будет. Сейчас мы это закроем. Дальше я ввожу вот эти вот необходимые данные. Кликаю по вкладке «Buy». И вот мы видим 26 евро. Общая сумма 26 евро. Ничего не меняется. Здесь мы должны поставить галочку. Почитайте условия. «Конфирм». И вы попадаете уже на систему VivaTicket, где вам нужно будет выбрать, как вы будете оплачивать. То есть, либо это перевод банковский, либо это кредитная карта. Я выбираю кредитную карту. Здесь вам нужно будет ввести данные вашей карты и уже нажать кнопку «Submit». После того, как вы произведете оплату, вам на электронную почту придет письмо. В приложении будут ваши билеты, которые вам нужно будет на кассе в капелле «Скровение» обменять уже на реальные билеты. Процедура такова. Также в капелле «Скровение» я не буду сейчас проводить оплату. Надеюсь, что вы все поняли. При входе в капеллу «Скровение», после того, как вы получили ваши билеты, вам нужно будет в сумке оставить. Это правило капеллы. Поэтому помните об этом. Я вам желаю хорошего дня в городе Падово. И надеюсь, что у вас получится посетить эту великолепную капеллу и забронировать билеты без всяких проблем и трудностей. Обнимаю вас и до новых встреч на моем канале. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok